Сегодня на действующей станции работает всего семь фильтров из девяти. Их замена осуществляется в рамках подготовки объекта к отопительному сезону. В полную силу станция заработает в сентябре этого года. «Это один из фильтров после реконструкции станции обезжелезования. На данный момент мы запустили в работу уже три фильтра. Фильтр номер 6-3 и вот седьмой, возле которого мы находимся. Седьмой был запущен последний около двух недель назад». Отбор проб подземной воды местной лаборатории проводится строго раз в четыре часа – и днём, и ночью. Процедура позволяет проследить основные показатели. «Светность у нас практически в гости, мутность тоже. У нас в гости железо превышает. Алюминия сейчас нет никакого, потому что реагенты у нас не применяются». Водой наш город полностью обеспечивают 26 артезианских скважин. Каждый месяц сотрудники лаборатории приезжают и к ним для взятия проб на специальный расширенный анализ. Для полной уверенности в безопасности потребителей перед подачей в распределительную сеть вода проходит специальную процедуру обеззараживания. «Питьевая вода у нас перед подачей в распределительную сеть обеззараживается. У нас обеззараживаем воду гипохлоридом натрия. Содержание хлора в воде от 0,8 до 1 миллиграмма по связанному хлору и от 0,3 до 0,5 по свободному хлору». А это полностью исключает возможность появления живых организмов в трубах. Вопреки этому, недавно в социальных сетях опубликовали пост о якобы находке в фильтре смесителя чего-то похожего на червяка. Однако в местном отделении Роспотребнадзора нам эту информацию не подтвердили. «На данный момент в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по городу Нефтьюганску такого обращения в случае выявления червяка в воде не поступало». Работа Юганск-Водоканалом ведётся и вне фильтровальной станции. Только за это лето в нашем городе будет заменено чуть более одного километра ветхих сетей водоснабжения. На смену старым металлическим трубам постепенно приходят современные полиэтиленовые. Свою надёжность они уже доказали на практике. Качество этого материала подтверждает и сам производитель, давая гарантию на каждую трубу аж 50 лет. «Ни на одну сталь никто не даст такую гарантию. Те участки, которые мы уже заменили, а их немало, с ними никогда не возникает никаких проблем и вопросов. То есть те порывы, которые сейчас в городе происходят, это всё сталь, которой много лет». Большие надежды нефтьюганцы возлагают на запуск новой фильтровальной станции. Активные строительные работы на долгожданном объекте ведутся с начала текущего года. За это время здесь уже полностью выполнены земляные работы по устройству сетей водоснабжения и бетонированию фундамента. В данный момент ведётся монтаж металлоконструкций. Возведением важного для нашего города объекта занимается проверенный подрядчик. Ранее та же фирма уже сдавала в эксплуатацию подобные фильтровальные станции в Пытьяхе и других городах нашего региона. «Чистая вода. Осталось немножко подождать, и нефиганский будет. Здесь у нас цех фильтровальной станции. У нас будут стоять фильтры, которые будут фильтровать воду. И по примеру уже города Пытьяха такая же технология запущена в городе Пытьяхе. Там идёт хорошая вода, которая соответствует всем санпиновским нормам». Готовность объекта составляет более 20%. Все работы ведутся в соответствии с графиком. По информации местного управления капитального строительства проблем не возникнет и с поставкой необходимых материалов. «Эта фильтровальная станция не имеет практически импортных здесь вещей. Те, которые были, заменили уже на отечественное производство. Да, здесь были насосы определённые. Всё это уже продумано, всё это сейчас в технологии. Поэтому здесь с этими проблем не будет». Уже в сентябре на объект начнёт поступать всё необходимое фильтровальное оборудование. Приступить к пусконаладочным работам новой станции планируют уже в первом квартале следующего года.